здравствуйте друзья меня зовут оксана и вы находитесь на канале о рукоделии я очень рада что вы заглянули на мой канал сегодняшнем видео я покажу вам как связать полукомбинезон для куклы ростом 42 сантиметра комбинезон выполнен спицами платочной вязкой и по краю изделия выполнена косичка или жгут из 6 петель вот так выглядит как полукомбинезон со спинки здесь просто платочная вязка без каких-либо узоров также я выполнила ластовицу и манжеты резиночкой один на один расскажу немного о плане вязания значит начинается вязание от манжета выполняется манжет резиночка один на один на спицах номер три с половиной затем я перехожу на спицы номер 4 вывязываю штанины далее формирую ластовицу потом уже выполняется вязание по кругу самого тела комбинезона а затем обратно поворотными рядами вяжется перед и спинка формируются такие вот убавки по спинке и также по переду затем выполняется планочка по переду в ней отверстие для пуговицы а по спинке после планочки выполняются вот такие лямки для застежки вот затем остается только пришить пуговицы и полукомбинезон готов у меня выполнен один комбинезон в мятном цвете один в коралловом цвете расход на изделие составляет 71 грамм ну что ж если вам понравилось данное изделие пожалуйста оставайтесь вяжите вместе со мной и приятного вам просмотра для вязания комбинезона я буду использовать пряжу happy baby soft от alize здесь на 100 граммов 330 метров номер цвета 282 и по составу 65 процентов акрил 35 процентов полиамид буду вязать на спицах номер три с половиной резиночки и на спицах номер 4 основное полотно и так для манжета мне необходимо набрать 36 петель плюс одна петля для замыкания в круг набирать буду самым обычным методом длинный хвост на две спицы номер три с половиной оставляю хвостик необходимые мне для моего количества петель и набираю петельки 2 3 4 и так 37 петель и так я набрала 37 петель вытаскиваю одну спицу вязать я буду методом magic лоб для этого мне нужно сформировать петлю на спицах круговых передвигаю вязание на тросик и разделяю приблизительно его на пополам вытаскиваю ближнюю ко мне спицу за тросик вот так у меня складывается спицы вязание находится вот этим кантиком внизу теперь мне нужно первую петельку перенести на эту спицу для того чтобы замкнуть в круг вязание для этого я подтаскиваю петельки к краю спицы эту спицу вытаскиваю снова переодеваю на нее последнюю петельку придерживаю ниточки и протаскиваю спицу таким образом я переместила петлю теперь мне нужно вернуть спицу обратно вот таким образом вытаскиваю дальнюю от себя спицу и сворачиваю образуя петельку до из тросика теперь я могу начинать уже свое вязание для того что чтобы замкнуть вязание в круг мне нужно снять вот эту петельку здесь главное рабочую ниточку разместить как бы серединку до вязание вот так теперь то есть за работой теперь снимаю первую петлю на правую спицу подхватываю последнюю петлю и протягиваю через нее первую петельку и возвращаю эту петельку на левую спицу беру ниточки вот хвостик и рабочую нить слегка их подтягивая все и теперь начинаю вязание манжет я буду вязать резиночкой один на один провязываю первую петельку лицевой вторую петельку изнаночной снова лицевой и следующую петельку изнаночной и так буду чередовать до конца ряда лицевая изнаночная и так я провязала петельки на одной спице и теперь мне нужно провязать оставшиеся петли на второй спице для этого мне нужно снова переместить мои спицы подтягиваю за леску дальнюю от себя спицу теперь разворачиваю вязание ниточка вот между спицами рабочая находится ближнюю к себе спицу проталкиваю вязание а дальнюю от себя спицу вытаскиваю и снова замыкаю в круг формируя петельку манджи клуб здесь я закончила на вязание изнаночной петли значит продолжаю чередовать лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная я провязала до конца ряда то есть ряд считается по кругу все 36 петель снова перетаскиваю свои спицы перераспределяю их вот таким образом и могу начинать свое вязание снова для этого мне нужно установить маркер я повешу этот маркер здесь чтобы знать свою лицевую сторону то есть у штанины будет лицо и изнанка на лице я буду формировать узор дальнейшем поэтому я отмечу эту сторону маркером можно булавочку чем угодно отметить маркер начала ряда я устанавливать не буду так как у меня распределены петли и начало ряда у меня всегда будет вот от этой ниточки от этой петли я не буду ее никуда перемещать если вы будете вязать на укороченных спицах это конечно же нужно установить маркер начало ряда дальше нужно разделить петли ровно пополам для переда и для для передней и для задней части 36 пополам это 18 петель поэтому сейчас я буду провязывать и одновременно считать 18 петель так лицевая изнаночная это 2 3 4 17 18 как видите у меня получилось на глаз ровно разделить поэтому если у вас не ровно разделилась эти петли нужно будет не довязывая перенести на другую спицу разворачиваюсь и продолжаю вязать резиночку дальше при этом лицевые так как мы вяжем по кругу то лицевые нужно провязывать за вот эту правую переднюю стеночку если связать за другую стеночку то у вас получится скрещенная петля видите вот таким образом это тоже красиво если хотите вяжите так я буду вязать открытыми петлями просто ровные лицевые всего высоту мой манжет составляет 7 сантиметров я хочу чтобы он подворачивался поэтому буду вязать резиночкой один на один высоту 7 сантиметров манжет связан длина манжета чуть больше 7 сантиметров провязала я 29 рядочков высоту и далее буду вязать штанинку штанинку я буду вязать на спицах номер 4 платочной вязкой и также по краю штанинке будет у меня косичка идти в первом ряду я буду переходить на спицы номер четыре и добавлять петли напомню что платочная вязка по кругу вяжется чередованием 1 ряда лицевых петель 1 ряда изнаночных петель это первый ряд штанины я буду вязать его лицевыми петлями и буду равномерно прибавлять петли для штанинки беру спицу номер четыре и провязываем первую петлю лицевой вторую петлю лицевой и третью петлю лицевой теперь мне нужно будет сделать при бабочку прибавку я буду делать из протяжки я подхватываю протяжку надеваю ее на спицу и провязываю лицевой петлей она немного как бы скрещена для того чтобы не было здесь дырочки некрасивой дальше я вяжу 6 лицевых раз два три 4 5 шесть и снова делаю прибавку смотрите я подхватываю протяжку можно с любой стороны подхватывать какой вам удобно вот я допустим за работой вот так подхватываю протяжку надеваю ее на левую спицу и провязываю лицевой за заднюю стенку снова вяжу лицевыми 6 петель раз два три 4 5 шесть снова подхватываю протяжку вот протяжка это ниточка нижнего ряда надеваю ее на левую спицу и провязываю за заднюю стеночку петли лицевой снова вяжу 6 петель лицевых раз два три на этой спице у меня петли закончились перехожу на эту спицу так 3 4 5 6 лицевых снова делаю прибавку из протяжки подхватывая надеваю и провязываю за заднюю стеночку петли и так дальше снова вяжу 6 петель и делаю прибавку и так до конца ряда в конце ряда осталось три петли я провязываю их лицевыми спицы номер три с половиной я убираю и дальше буду вязать на спицах номер четыре во втором ряду штанины нужно сделать прибавление для косички так как косичка или жгут стягивает полотно то я сделаю 2 при палочки чтобы этого избежать провязываю 4 так как это платочная вязка второй ряд изнаночный 4 петли изнаночные 1 2 3 4 дальше у меня идут петли косички всего их будет 6 2 петли провязываю лицевыми затем делаю прибавку из протяжки еще одну лицевую снова 2 петли провязываю лицевыми и еще раз прибавку из протяжки лицевой и того 6 лицевых у меня получилось это будет косичка на этих петлях дальше вяжу без всяких изменений все петли изнаночные по кругу до конца ряда в третьем и четвертом ряду я буду вязать соблюдая рисунок то есть петли косички буду вязать лицевыми а петли платочной вязкой буду чередовать третий ряд все петли лицевые четвертом ряду эти петли буду вязать изнаночными и так третий ряд вяжу все петли лицевые и петли косы и петли платочной вязки четвертом ряду петли косы вяжу лицевыми все остальные петли вяжу изнаночными пятый ряд штанины в этом ряду я буду делать перекрещивание в моей косички и так это лицевые ряд с лицевыми петлями провязываю 4 петли лицевыми 1 2 3 4 дальше у меня идет 6 петель косички для того чтобы сформировать жгутик не нужно будет дополнительная спица первые три петли я снимаю не провязывая на дополнительную спицу оставляю ее перед работой провязываю следующие три петли жгутика лицевыми 1 2 3 возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываю их также лицевыми два три вот такое перекрещивание я сделала дальше вяжу все петельки лицевыми до конца ряда и так буду продолжать вязать еще высоту до 15 ряда а в пятнадцатом ряду снова сделаю такое же перекрещивание 14 рядов провязано в пятнадцатом ряду снова буду делать перекрещивание это ряд с лицевыми петлями вяжу первые 4 петли лицевыми дальше идет шесть петель косички снова беру дополнительную спицу первые три петли переснимаю на спицу не провязывая оставляю перед работой следующие три петли провязываю лицевыми 1 2 3 и 3 петли со спицы провязываю также лицевыми в дополнительной спицы оставшиеся петли вяжу лицевыми по рисунку соблюдая платочную вязку и буду вязать дальше следующее перекрещивание у меня будет буду вязать дальше без изменений по рисунку перекрещивание следующее у меня будет в двадцать пятом ряду затем в тридцать пятом ряду сорок третьем ряду также нужно будет сделать расширение штанины с внутренней стороны и так сорок третий ряд я вижу петли лицевые и в платочной вязки и в косе провязываю провязываю петли передней половины они у меня составляют количество петель передней половины составляет 23 петли я провязываю 22 не довязывая одну петлю перед ней я буду делать при бабочку и так вижу 22 петли лицевыми раз два три четыре и так далее так 22 петли я провязала далее под поднимаю протяжку надеваю ее на левую спицу и провязываю за переднюю стеночку лицевой с наклоном вправо вот таким образом лицевой с наклоном вправо и двадцать третью петлю провязываю также лицевой всего у меня получилось на передней половинке штанины 24 петли сейчас далее я разворачиваюсь и вяжу петли второй половинки задней половинки штанины здесь у меня 21 петля провязываю первую петлю лицевой и нужно сделать при бабочку снова подхватываю протяжку надеваю ее на левую спицу вот таким образом и провязываю уже за заднюю стеночку лицевой с наклоном влево все далее вяжу оставшиеся петли лицевыми таким образом я прибавила по одной петле с каждой стороны у меня было напомню 23 петли по этой стороне и по спинке у меня было по задней стороне штанины у меня было 21 петля разница в две петли составляет петли которые я добавила в косе теперь у меня 24 петли по передней стороне и 22 петли по задней стороне сорок пятом ряду также необходимо сделать расширение с внутренней стороны штанины и также сделать перехлёст в косе первые четыре петли провязываю лицевыми далее снимаю 3 петли из косички на дополнительную спицу оставляю перед работой не провязанными и провязываю следующие три петли лицевыми возвращаю петли с дополнительной спицы и провязываю их также лицевыми расслоилась ниточка 1 2 3 петли далее вяжу лицевыми петли первой половинки вернее передней половинки штанины не довязывая одну петлю и так я провязала 23 петли передней половины штанины осталось у меня не довязаны одна петля перед ней я буду делать прибавку из протяжки поднимаю протяжку надеваю на спицу подхватываю за переднюю стеночку вот таким образом и провязываю лицевой скрещенной и последнюю петлю также провязываю лицевой теперь у меня количество петель на передней половине штанина составляет 25 петель со стороны спинки на штанины также мне нужно будет на штанине также мне нужно будет сделать при бабочку с внутренней стороны и так провязываю одну петлю лицевой далее поднимаю протяжку надеваю ее вот таким образом на спицу и за заднюю стеночку провязываю лицевой скрещенной влево оставшиеся петли вяжу лицевыми теперь у меня уже количество петель на этой стороне штанины составит 23 петли здесь 25 здесь 23 петли и сорок шестой ряд я провяжу все петли по рисунку то есть петли косички провязываю лицевыми а петли платочной вязки провязываю изнаночными и буду приступать к вязанию 2 штанинке и так вторую штанинку я также как и первую на спицах номер три с половиной провязала 36 петель и резиночкой один на один разделила их пополам по 18 петель на каждую сторону лицевую то есть переднюю часть и заднюю часть штанины дальше я прибавила 3 петли с этой стороны и 3 петли с этой стороны теперь у меня по 21 петли на каждую половинку штанины и перешла на спицы номер 4 теперь мне нужно прибавить две петли для косички но зеркальном отображении здесь я добавляла в начале ряда а здесь я буду добавлять в конце ряда и так вяжу второй ряд основной вязки он у меня состоит из изнаночных петель провязала 13 петель изнаночными теперь буду делать прибавку для косы под поднимаю протяжку надеваю на спицу и провязываю за заднюю стенку лицевой дальше провязываю лицевыми 2 петли и снова делаю прибавку надеваю протяжку на спицу провязываю лицевой и следующие две петли провязываю лицевыми оставшиеся четыре петли вяжу изнаночными это платочная вязка и со следующей спицы 21 петлю вяжу изнаночными до конца ряда это был второй ряд узора далее я буду вязать соблюдая рисунок до пятого ряда в пятом ряду буду делать перехлёст в косе и покажу вам как я буду это делать я буду делать зеркальном отображении относительно вот этой вот косы на первой штанине и так вяжем до пятого ряда соблюдая узор и так в пятом ряду 13 петель лицевыми я провязала и далее нужно формировать косичку для этого я снимаю первые три петли на дополнительную спицу первые три петли косички на дополнительную спицу и оставляю уже за работой следующие три петли косички я провязываю лицевыми 1 2 3 затем возвращаю петли с дополнительной спицы на рабочую и провязываю их лицевыми 1 2 3 так сформирован перехлёст косы видите они навстречу друг другу получается перехлёст на этой косе влево на этой косе вправо и все оставшиеся петли я вяжу лицевыми дальше до сорок третьего ряда я буду вязать соблюдая узор платочная вязка и косичка то есть платочной вязки чередуются лицевые ряды лицевых петель и изнаночных а в косичке только лицевые петли из и встретимся в сорок третьем ряду где нужно будет сделать прибавки для расширения штанинки с внутренней стороны так же как и в первой штане не я провязала 42 ряда основным узором сорок третьем ряду также в этой штане не нужно сделать прибавки для расширения с внутренней стороны здесь я делала в середине ряда а здесь буду делать в начале и в конце ряда и так сорок третий ряд все петельки лицевые по рисунку провязываю одну петлю лицевой это у меня начало ряда вот стык моей платочной вязки и так провязываю одну петлю лицевой далее подхватываю протяжку надеваю ее на левую спицу и за заднюю стенку провязываю лицевой скрещенной ну получается с наклоном влево как бы она скрещена далее вяжу все петли по рисунку просто лицевыми по кругу не довязывая одну последнюю петлю осталось не провязана одна петля здесь нужно снова сделать перед ней прибавку из протяжки подхватываю протяжку надеваю ее на левую спицу и теперь нужно провязать лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо последнюю петлю провязываю лицевой это был 43 ряд сорок четвертом ряду я вяжу все петли по рисунку платочка изнаночными петли косы лицевыми и в сорок пятом ряду снова сделаю такую же прибавку также нужно сделать перехлёст косички вот и следом нужно будет провязать еще сорок шестой ряд и на этом вязание штанины будет закончена обе штанины связаны следующим этапом нужно вывязать ластовицу для этого я располагаю штанины так как они должны у меня находиться начало вязание начало ряда правой штанины будем говорить находится справа вот видите и здесь также начало ряда тоже находится с правой части вот здесь видно стык моей платочной вязки находится внутри штанинки здесь снаружи штанинки находится стык и конечно же ориентир на косички косички находятся справа и слева в зеркальном отображении и так ниточку на этой штанинке можно оборвать вот я оборвала спрятала ее вовнутрь и приступаем к вязанию начиная с правой штанинки это 47 ряд либо первый ряд вязания ластовицы здесь я провязываю все петли лицевыми по рисунку напомню что у меня по передней части 25 петель по задней части штанины 23 петли и так я вижу все 25 петель передней части штанины далее необходимо набрать 12 петель для ластовицы набирать я буду просто набрасывая формируя вот таким образом петлю из рабочей нити и набрасывая ее на спицу и так 12 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 здесь 11 и 12 далее нужно присоединиться и вязать левую штанину чтобы не было некрасивого вот здесь разрыва да если я начну сразу вязать получится разрыв поэтому я подхватываю петельку предыдущего ряда вот лицевого ряда одну стеночку петли подхватывая вот она надеваю ее на спицу рабочую и провязываю ее и следующую петлю вернее первую петлю штанины лицевой вот так подтягиваю и провязываю оставшиеся 24 петли штанины по половинке штанины до конца так развернула штанинки на заднюю сторону на спинку будем говорить и провязываю 23 петли лицевыми и так я провязала 23 петли задней половинки штанины и теперь мне нужно набрать по петлям которые у меня уже на ластовицы набраны по краю 12 петель для ластовицы со спинки и так я подхватываю вот эти вот перемычки и провязываю лицевыми петлями всего должно быть 12 петель 2 3 4 и так далее всего должно быть 12 петель и так я набрала 12 петель для ластовицы теперь нужно провязать оставшиеся петли половинки штанины 23 петли но перед этим нужно точно также поднять вот лицевую петлю предыдущего ряда надеть на спицу и провязать вместе с первой петлей вместе лицевой и далее оставшиеся 22 петли получается уже вяжу до конца просто лицевыми сорок восьмом ряду я вяжу все петли по рисунку то есть платочная вязка изнаночной петли в петлях косички лицевые петли и также необходимо установить маркер по центру ластовицы то есть я провязала 25 петель штанины 6 петель ластовицы и устанавливаю маркер оставшиеся петли вяжу по рисунку то есть все изнаночные только петли косы вяжу лицевыми точно такой же маркер по центру я установлю и на этой стороне ну со спинки со стороны спинки следующие два ряда 49 и 50 я провяжу просто по рисунку и так в пятьдесят первом ряду вяжу 25 петель лицевыми до маркера осталось 6 петель я провязываю первые 2 петли ластовицы вместе лицевой с наклоном влево подхватываю за заднюю стеночку провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево то есть к центру к маркеру оставшиеся 4 петли вяжу лицевыми 4 далее переснимаю маркер и в зеркальном отображении провязываю 4 петли лицевыми 4 теперь нужно последние две петельки ластовицы провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо переснимаю их не провязывая разворачиваю и возвращаю обратно на левую спицу подхватываю за переднюю стенку провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо к маркеру к центру оставшиеся 25 петель штанинки половинки штанинки вяжу лицевыми со стороны спинки нужно выполнить такие же убавки только здесь не забывайте 23 петли штанины они 25 провязываем 23 петли по спинке провязала 23 петли лицевыми осталось до маркера 6 петель это петли ластовицы первые 2 петли провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку оставшиеся 4 петли до маркера провязываю лицевыми перебрасываю маркер 4 петли лицевые и 2 петли вместе с наклоном вправо разворачиваю петли и за переднюю стенку с наклоном вправо и так это был пятьдесят первый ряд пятьдесят втором ряду вяжу просто все петли по рисунку без убавок а в пятьдесят третьем ряду снова нужно будет сделать убавки в ластовице в пятьдесят третьем ряду снова делаю убавки в ластовице 25 петель штанинки я провязала теперь у меня до маркера остаются уже пять петель первые две петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево к центру далее провязывая 3 петли до маркера перебрасываю маркер снова провязываю зеркальном отображении 3 петли после маркера лицевыми оставшиеся 2 петли ластовицы разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стеночки все 25 петель провязываю лицевыми и затем уже буду делать убавки по спинке по спинке 23 петли лицевыми затем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и 3 петли до маркера провязываю лицевыми переснимаю маркер снова провязываю 3 петли после маркера лицевыми и 2 следующие петли разворачиваю правыми стенками к себе и подхватываются передней стенки провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо далее провязываю оставшиеся 23 петли штанинки лицевыми и в пятьдесят четвертом ряду вяжу все петли без изменений по рисунку пятьдесят пятом ряду также буду выполнять убавки в ластовице а также в пятьдесят пятом ряду необходимо сделать перехлёст косички в одной и во второй косички в пятьдесят шестом ряду снова провяжу все петли по рисунку без убавок и так буду чередовать ряд с убавками в ластовице ряд без убавок пока у меня не останется две петли в ластовице 1 перед маркером 1 после маркера впереди и по спинке тоже 1 перед маркером 1 после маркера 55 ряд провяжем еще раз вместе и так первые 4 петли лицевые далее у нас косичка нужно сделать перехлёст в этой косички я снимаю первые три петли на дополнительную спицу оставляю перед работой далее провязываю следующие 3 петли косые лицевыми 1 2 3 возвращаю петли с дополнительной спицы и провязываю их также лицевыми 10 петель провязана оставшиеся 15 петель штанинки провязываю лицевыми 1 2 3 4 дальше идут петли ластовицы 4 до серединки до маркера серединки и так первые две петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево далее вяжу 2 лицевые до маркера перебрасываю маркер провязываю снова 2 петли лицевые затем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо разворачиваю петли переснимаю разворачиваю и за переднюю стеночку провязываю 2 вместе лицевой дальше вяжу 15 петель штанинки лицевыми 1 2 3 4 5 15 теперь снова перехлёст косе теперь я уже переснимаем три первые петли на дополнительную спицу и оставляю их за работой следующие три петли провязываю лицевыми 1 2 3 возвращаю петли с дополнительной спицы на рабочую и провязываю их лицевыми 1 2 3 последние 4 петли провязываю лицевыми переднюю часть штанишек я провязала разворачиваюсь и вяжем по спинке 23 петли штанинки вяжем лицевыми 21 22 23 также 4 петли до маркера первые 2 провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стеночку 2 лицевые перебрасывая маркер 2 лицевые и следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо разворачиваю правой стеночкой к себе и провязываю за переднюю стенку 2 вместе лицевой с наклоном вправо оставшиеся 23 петли провязываю лицевыми это был 55 ряд в пятьдесят шестом ряду вяжу петли без убавок по рисунку пятьдесят седьмом ряду снова выполню убавку 58 ряд без изменений а пятьдесят девятом выполню последние у бабочки в ластовице и останется у меня две петли 1 до маркера 1 перед маркером после маркера и также и по переду и по спинке две петли я закончила вывязывать ластовицу сейчас я нахожусь в шестидесятом ряду это ряд с изнаночными петлями в платочной вязке в пятьдесят девятом ряду я выполнила последнюю бабочку в ластовице вот так это выглядит снаружи соединение выглядит вот таким образом если довольно неплохой метод если плотненько подтягивать нитки то все должно получиться очень аккуратненько с этой стороны вообще хорошо получается а здесь есть конечно недостаток но вот этой ниточкой которую я обрезала я здесь эту петельку подтянул вот это вот отверстие подошью чтобы не было большой дырочки и так ластовицу связала далее мне нужно вязать прямо без изменений только соблюдать рисунок соблюдать перехлёст и выполнять вовремя всего нужно провязать вверх без изменений 45 рядов то есть я буду вязать сейчас у меня 60 ряд далее 661 по 105 перехлёст и я буду делать 65 75 85 95 и 105 ряду так что вяжем вяжу вернее прямо без изменений соблюдая рисунок я отвязала тело полукомбинезона на нужную мне высоту после штанишек сейчас я нахожусь в сто шестом ряду вот я провязала сто шестой ряд ряд с изнаночными петлями и дальше я буду вязать уже отдельно перед и отдельной спинку обратно поворотными рядами формируя у бабочки для грудки и для спинки также я установила маркеры я отсчитала 4 петли перед косичкой затем петли косы и еще одна петля после косички после этого установила маркер с этой стороны также 4 петли после косички и одну петлю до косички и установила маркер петли между маркерами я буду сокращать в процессе вязания итак сто седьмой ряд провязываю 4 петли лицевые дальше у меня идут петли косички 6 петель я их провязываю лицевыми 56 и одну петлю после косички также провязывая лицевой переснимаю маркер теперь мне нужно выполнить убавку я буду провязывать две петли вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево далее вяжу лицевыми 1 2 3 4 24 25 26 если вы установили маркер эту петлю можно не считать просто не довязывая остановитесь не довязывая две петли до маркера теперь последние эти две петли перед маркером нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо для этого я их переснимаю разворачиваю правой стенкой к себе и за переднюю стенку провязывая 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот таким образом переснимаю маркер одна петля лицевая 6 петель косы также вяжу лицевыми 56 далее провязываю 2 петли лицевыми а последние 2 петли из 4 провязываю 2 вместе изнаночной таким образом за заднюю стеночку разворачиваюсь и вяжу 108 ряд все петельки вяжу по рисунку только в конце провяжу 2 петли вместе изнаночной так как я вяжу обратно поворотными рядами для того чтобы вязать платочную вязку мне нужно вязать в этом ряду все петли лицевые то есть и в лицевом и в изнаночном ряду я буду вязать платочную вязку все петли лицевые петли же косички мне нужно провязывать изнаночными так как это изнаночный ряд то есть я провязала первую петлю сняла 2 петли лицевые дальше 6 петель изнаночными 4 5 6 изнаночными и дальше до петель косы вижу все петли лицевые 6 петель косы провязываю изнаночными и в конце ряда у меня уже остается 4 петли я провязываю 2 из них лицевыми 1 2 и последние 2 петли провязываю 2 вместе изнаночные разворачиваюсь и буду вязать 109 ряд это лицевой ряд первую петлю снимаю далее вяжу 2 петли лицевыми петли косы также вяжу лицевыми и одну петлю после косы также провязываю лицевой переснимаю маркер после маркера делаю убавку из двух провязанных вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стеночку дальше вяжу лицевыми раз два три 4 5 так 2324 осталось две петли до маркера их нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стеночку провязываю с наклоном вправо переснимаю маркер и оставшиеся петли провязываю лицевыми последнюю кромочную вяжу изнаночные 1 2 и кромочная изнаночная и 110 ряд это изнаночный ряд также как и предыдущем изнаночном ряду первую петлю снимаю далее 2 петли лицевыми петли косички 6 петель вяжу изнаночными 5 6 далее снова вяжу все петли лицевые до косички петли косички провязываю изнаночными 1 2 3 4 5 6 2 петли лицевые и последнюю кромочную провязываю изнаночные это был 110 ряд и далее я буду выполнять убавки в каждом лицевом ряду а в изнаночном ряду буду провязывать по рисунку все петли также нужно не забывать что нужно будет делать перехлесты в косах в каждом десятом ряду вот так выглядит полукомбинезон на данный момент смотрите вот такие у бабочки у меня получается для формирования грудки сейчас я буду вязать 125 ряд то есть я провязала и уже выполнила один перехлест 115 вот этот был в 105 ряду этот 115 сейчас 125 ряд я буду делать следующий перехлест и у бабочки провяжу вместе с вами чтобы напомнить как выполнять перехлесты и как вязать у бабочки и так 125 ряд это лицевой ряд первую петлю провязываю лицевой по из первую петлю снимаю не провязанной далее вяжу 2 лицевые и впереди у меня петли косы первые три петли косы снимаю на дополнительную спицу оставляю перед работой следующие три петли провязываю лицевыми переодеваю не провязаны петли на спицу и провязывая их лицевыми 1 2 3 следующая петля лицевая переснимаю маркер теперь нужно будет выполнить убавку провязав 2 вместе лицевой с наклоном влево так как я вижу уже обратно поворотными рядами то петли у меня ложатся другой стенкой ко мне поэтому я эти петли 2 переворачиваю левой стеночкой к себе и провязываю за заднюю стенку лицевой с наклоном влево дальше вяжу все петли лицевыми не доходя до маркера 2 петли провязала 8 лицевых паст 1 вернее последние две петли перед маркером провязываю за переднюю стенку 2 вместе лицевой с наклоном вправо переснимаю маркер 1 петля лицевая далее нужно сделать перехлёст петлях косы 3 петли снимаю не провязывая на дополнительную спицу оставляю их за работой следующие 3 петли косы провязываю лицевыми 1 2 3 теперь переодеваю петли с дополнительной спицы провязываю их также лицевыми 1 2 и 3 оставшиеся 2 петли провязываю лицевыми и кромочную провязываю изнаночной так что двадцать шестом ряду первую петлю снимаю далее вяжу петли по рисунку петли платочки вяжу лицевыми 1 2 петли косые 6 петель провязываю изнаночными 5 6 далее вяжу все петли лицевыми это петли снова платочной вязки до косы и в конце провязываю давайте петли лицевыми до косы петли косы провязываю изнаночными раз два три 4 5 6 снова 2 петли лицевыми это платочная вязка и кромочную провязываю изнаночной 127 ряду мне нужно будет сократить петли в кассе так как я вначале прибавляла петли для косы до чтобы не стягивалась полотно в конце мне нужно убрать эти две петли и приступить уже две петли в одной косе и две петли в другой и приступить к вывязыванию планки и так то есть вывязывание грудки у нас окончено теперь я приступаю уже к вывязыванию планки первую петлю снимаю 2 петли лицевые дальше идут петли косы первые 2 я провязываю вместе лицевой следующие 2 просто лицевыми 1 2 и последние 2 петли косы провязываю 2 вместе лицевой таким образом я сократила 2 петли в косе теперь я вижу все петли лицевые до следующей косы маркеры уже нужно убрать так как убавки уже я не буду выполнять в полотне и так провязываем до косы все петли лицевыми вот дошла до петель косы первые две петли провязываем вместе лицевой далее две лицевые 1 2 и последние петельки косы также провязываем вместе лицевой снова 2 лицевые и кромочную провязываю изнаночной таким образом я сократила по 2 петли в каждой косе и это уже первый ряд планочки планочка будет связаться платочной вязкой и также я буду формировать здесь отверстие для пуговички всего на спицах у меня сейчас осталось 26 петель 128 ряд это изнаночный ряд так как я вяжу планку планка у меня будет платочной вязкой то я просто провязывая все петли лицевые только кромочные первую снимаю дальше вяжу 24 петли лицевыми и кромочную в конце ряда провязываю изнаночной также я выполню и 129 ряд и 130 ряд а 131 уже буду делать отверстия для пуговицы и так провязываю три ряда лицевыми петлями и так я провязала три ряда лицевыми петлями то есть платочная вязка формируется у меня вот такая планочка теперь 131 ряд в нем я буду делать отверстия для пуговиц по краям моей планки и так первую петлю снимаю следующие две петли вяжу лицевыми 1 2 теперь я провяжу две петли вместе лицевой с наклоном влево разворачиваю петли провязываю 2 вместе лицевой делаю накид здесь у нас будет как раз отверстие для пуговицы и теперь вяжу лицевыми 1 2 3 13 14 15 16 делаю снова накид и следующие две петли провязываю лицевой вместе с наклоном вправо далее 2 лицевые и кромочную провязываю изнаночной 132 ряд изнаночной здесь я буду провязывать все петли лицевыми кромочные как обычно снимаю накид буду провязывать лицевой так чтобы получилось отверстие вот за переднюю стеночку провязывая и будет вот такое отверстие куда может пролезть пуговичка точно так же поступаю со вторым накидом так теперь провяжу еще два ряда 132 и 100 да нет 133 и 134 а в будем закрывать петли и так вяжем лицевыми петлями 2 ряда 133 и 134 и так 135 ряд здесь я буду уже закрывать петли закрывать буду самым обычным способом провязывая по 2 петли вместе лицевой подхватывая сразу две петли за заднюю стенку провязываю 2 вместе лицевой возвращаю петлю на спицу и снова подхватываю 2 вместе лицевой и возвращаю петлю на спицу делаю край не слишком расхлябанным ну и не слишком затягиваю чтобы был аккуратный вот и таким образом дело выполняю до конца ряда вот такой край косичкой формируется и так передняя часть связана и осталось приступить к вывязыванию спинки приступаю к вязанию спинки здесь я буду вязать просто платочной вязкой и в лицевом и в изнаночном ряду все петли будут лицевыми кромочные как обычно первую нужно снять а последнюю провязать изнаночной но в первом ряду кромочную первую я провяжу лицевой так как я буду присоединять ниточку вот так далее вяжу все петли лицевыми всего у меня 48 петель на спинке но последние две петли провяжу вместе и так вяжу лицевые петли не довязывая две петли осталось у меня две петли в конце и я провязываю их 2 вместе изнаночной разворачиваю вязание и следующий ряд у меня изнаночной первую петлю я снимаю провязываю далее все петли лицевыми только в конце ряда оставляю две петли в конце ряда последние две петли также провязываю изнаночной теперь у меня на спинке осталось 46 петель теперь 109 ряд в нем я уже буду делать у бабочки для того чтобы сформировать спинку сужение по спинке первую петлю снимаю далее вяжу 8 лицевых раз два три 4 5 6 7 8 я установила здесь маркер чтобы было мне удобнее ориентироваться переснимаю маркер и после маркера сразу же делая убавку так же как и по переду здесь нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево я переснимаю и переворачиваю разворачиваю вернее петли левой стенкой к себе а провязываю лицевыми за заднюю стеночку лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево далее вяжу 24 петли лицевые 1 2 3 так 23 24 и последний петли перед маркером провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо подхватываю за передние правые стеночки и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо переснимаю маркер 85 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 и последнюю кромочную провязываю изнаночной в сто десятом ряду я провяжу все петли лицевые только кромочные первую снимаю последнюю провязываю изнаночной всего у меня между кромочными 42 петли а с кромочными 44 и так далее я буду выполнять такие же у бабочки после и перед маркером в каждом лицевом ряду изнаночный ряд буду просто провязывать все петли лицевые я продолжаю отсчет рядов также как и по переду то есть я закончила круговое вязание в 106 ряду и начала вязать спинку с 107 ряда сейчас я нахожусь вернее я провязала 110 ряд либо четвертый ряд спинки считайте как вам удобно и так вяжу выполняя у бабочки по спинке после маркера и перед маркером в каждом лицевом ряду я закончила выполнять убавки по спинке всего я провязала от присоединения ниточки я провязала всего 22 ряда сейчас у меня на спицах находится 26 петель и теперь мне нужно будет провязать планку просто платочной вязкой на высоту 8 рядов в общей сложности от начала вязания это у меня 129 ряд по счету ну это уже принципе не важно просто петельку снимаю и вяжу все петли лицевые это будет первый ряд планки провязывая все петли лицевые маркеры пока оставлю так как нам еще нужно будет вязать лямки кромочную провязываю изнаночной и еще 7 рядов вяжу точно также и изнаночные и лицевые планочку я связала 8 рядов в высоту теперь мне нужно закрыть вот эти центральные петли и оставить только петли для лямочек лямочки будут состоять из 10 петель поэтому первую вязать их также буду платочной вязкой первую петлю снимаю далее вяжу 8 лицевых 7 8 снимаю маркер и 9 петля будет кромочной для моей планки далее мне нужно закрыть центральные петли закрывать я буду следующим образом одну провязываю лицевой следующую провязываю лицевой и протягиваю эту петлю последнюю через предыдущую снова провязываю лицевой петлю и протягиваю ее через предыдущие 2 закрыла снова провязываю лицевой протягиваю через предыдущую это 3 петли снова 1 за 1 провязываю лицевой и протягивать через предыдущую 4 петли провязываю снова лицевой протягивая через предыдущую 5 и снова провязываю петлю лицевой протягивая через предыдущую и того 6 петель я закрыла убираю маркер и оставшиеся 8 петель провязываю лицевыми кромочную провязываю изнаночной таким образом у меня осталось по 10 петель с каждой стороны для планки для начала я провяжу одну планочку платочной вязкой то есть первую петлю буду снимать последнюю провязывать изнаночной а посредине 8 петель буду вязать лицевыми и в лицевых и в изнаночных рядах провяжу я их на высоту 9 сантиметров у меня это должно составлять 42 ряда вот так выглядит спинка закрытие по спинке и лямочки на 42 ряда в высоту я их провязала и закрыла также как петли по середине спинки пар провязывая по 2 петли вместе лицевой так с лицевой стороны штаники выглядят следующим образом осталось только спрятать хвостики и пришить пуговички вот такой остаток еще у меня остался наверное я свяжу из него шапочку скорее всего на больше здесь не хватит на этом друзья я буду заканчивать свои видео надеюсь что оно оказалось для вас полезным оставляйте пожалуйста свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч